Добрый день! Побыть побольше на природе, на свежем воздухе. И, конечно же, времени сейчас на просмотры прогнозов в Ютубе и гороскопов становится все меньше. Поэтому я тоже постараюсь использовать это время с пользой. И в течение летнего периода буду делать по возможности короткие прогнозы для вас. И в этом месяце мы с вами будем делать прогноз на колоде Симбалон. Вначале немного об этой колоде. Это очень оригинальная колода, дорогие мои. И она сочетает в себе и астрологию, и сюжетные изображения. С этими картами могут работать и торологи, и астрологи, и психологи. И на картах Симбалона есть не только картинки. Если вы на них посмотрите, то вы увидите, что здесь есть еще и планеты, и знаки Зодиака. И возможности этой колоды на самом деле огромны. Но, конечно, я не буду вдаваться в подробности и не буду тратить ваше время. Вы сами в этом убедитесь, дорогие мои. Давайте приступим. Это будет прогноз для вас на май 2019 года. И это, дорогие рыбы, прогноз для вас на май 2019 года. Итак, что же май для вас приготовил? И основная тема этого месяца – вам выпала карта Эрос. Но главной темой этого месяца для вас, дорогие рыбы, будет тема отношений. А также месяц будет очень активным. Многим из вас придется много общаться, встречаться, отправляться в какие-то различные поездки. И это будет хороший, гармоничный месяц взаимопонимания с самыми разными людьми. Месяц, когда многие из вас, дорогие рыбы, будут пребывать в состоянии влюбленности. И вам будет сопутствовать удача в мае. Вы будете очень привлекательны для противоположного пола. И вас будет трудно не заметить в мае. Вы будете сами смелее, будете раскованнее. И, конечно, вы должны в мае обязательно работать над собой и подчеркивать свою красоту. Если вы одиноки, пользуйтесь этим месяцем, пользуйтесь этим временем. Не сидите дома, дорогие рыбы. Это прекрасное время, когда вы можете искать партнеров. И не только партнеров любви, но и партнеров по бизнесу. Сейчас любое сотрудничество, оно будет строиться на взаимопонимании, на доверии. И это будет тесное, равноправное, такое гармоничное сотрудничество для вас. Обязательно постарайтесь сами идти навстречу людям, быть открытыми. И этот месяц, он может быть очень успешным для вас, если вы сами постараетесь. И совет карт, как вам лучше действовать в мае. Вам выпала карта Феникс. Ну, все, наверное, помнят легенду о птице Феникс. И эта карта говорит вам о том, что будьте смелее в мае. Не бойтесь потерять. Потому что так или иначе, чтобы обрести что-то новое, дорогие рыбы, иногда надо полностью все потерять или полностью разрушить. Не бойтесь перемен. Это значит лишь то, что пришло время для вас меняться. Кому-то возродиться заново из пепла, как в птице Феникс. Заново поверить и в себя, поверить в свои силы, в свою привлекательность, дорогие рыбы, в свою сексуальность, в конце концов. Кому-то заново поверить, что любовь существует, и вы совсем не одиноки в этом мире, если необходимо. Бросьте все и начинайте новую жизнь. Но так вы сможете вырваться наконец-то из плена каких-то негативных программ, которые вас до сих пор удерживали. И на любовь и личные отношения в мае вам выпала интересная карта предотвращения. Но эта карта напоминает нам легенду о короле Артуре. Я думаю, что вы все ее знаете. Я не буду тратить время и рассказывать вам. И это, конечно, общий расклад, но все-таки давайте попробуем рассмотреть коротко, какие могут быть ситуации и как они могут развиваться в мае. Если у вас уже были конфликты, дорогие рыбы, в вашей паре, если ваша пара находилась, можно сказать, на грани развода, или вы уже долгое время не можете договориться, не можете найти компромиссы между собой, то в мае, к сожалению, в вашей паре ситуация не поменяется. Вы можете затягивать с решением, но вам уже все-таки пора разобраться, что вы пытаетесь спасти, и вообще, возможно ли спасение вашей пары. И есть ли вообще такая таковая пара на самом деле, существует ли она до сих пор. Возможно, это просто не ваш партнер, дорогие рыбы. И вы должны это понять, что не стоит пытаться его удерживать. Поэтому задумайтесь серьезно в мае. Ну, а некоторые рыбы в мае вы можете выбрать себе партнера, который совсем не подходит вам. И здесь могут быть самые разные причины. Возможно, этот человек, он другого сословия. Возможно, этот человек не подходит вам по возрасту, дорогие рыбы. Или вы абсолютно из разных социальных слоев. Например, этот человек богатый, он очень успешен, а вы, наоборот, бедны. Но в мае многие из вас могут попытаться сесть не в свои сани, дорогие рыбы. Вот это тоже для вас тема для того, чтобы вы задумались. Будут также пары в мае, которые просто будут решать свои бытовые проблемы или какие-то семейные проблемы, которые вы долгое время не можете решить. И здесь тоже упрямство обоих партнеров или одного партнера. Возможно, гордыня одного из партнеров. Она в мае не позволит вам решить эти вопросы, найти компромиссы и вообще не позволит вам договориться между собой. Все останется на том уровне, на каком было до сих пор. Здесь могут быть ссоры даже по пустякам вашей пары. Возможно, ссоры из-за денег в мае. Возможно, что борьба за лидерство. Кто в доме? Хозяин. Но, скорее всего, это все будет происходить из-за того, что партнеры просто не умеют договариваться между собой даже по самым элементарным вопросам. Не умеют планировать свой бюджет и делают какие-то спонтанные покупки. И вот на этой почве возникают все эти недопонимания и ссоры. И совет вам от карты, символон карты расставания. Но, опять же, совет тем рыбам, у кого уже нечего спасать в ваших отношениях, то это расставание и поиск своей второй половинки. Но так бывает в жизни, дорогие рыбы, что мы ошибаемся, к сожалению. Мы все люди. Также для пар, у которых есть семья, дети, вам эта карта советует расстаться на время. Попробовать побыть какое-то время отдельно, чтобы обновить ваши чувства, почувствовать, нужен ли на самом деле вам этот человек и насколько он важен для вас, и вы важны для него. Иногда партнерам нужна такая пауза. Чтобы побыть наедине, переосмыслить, разобраться в себе. Попробуйте в мае отпустить вашего партнера. Возможно, в отпуск одного, или вы можете сами отправиться в отпуск, но обязательно без партнера. Подумайте немного не о вас, как о паре, а о себе, именно о себе. И добавьте в ваши отношения свободы. И тогда вы увидите, что запретный плод, дорогие рыбы, он сладок только тогда, когда он запретный. Оба партнера, они должны сохранять свою свободу в отношениях, свою индивидуальность, иначе вы будете неинтересны своему партнеру, ведь он полюбил вас совсем другими. И оставаясь при этом все-таки единой командой, единой семьей. Вот такой совет дает вам эта карта. Финансовая сфера в мае. Карта плен. Ну, по этой карте мы все с вами понимаем, что финансовая сфера будет вас как-то в мае ограничивать. Некоторые рыбы будут зависимы в мае. Возможно, какие-то сложные внешние обстоятельства будут ограничивать ваши планы. Вы можете быть зависимы от своих партнеров, партнеров по браку или партнеров по бизнесу. Возможно, от каких-то вышестоящих инстанций. Это могут быть банки или какие-то значимые люди. А также, дорогие рыбы, возможно, что ваши деньги сейчас в мае могут задержать и не выплатить вам. Но так или иначе, свободно распоряжаться своими финансами в мае вы не сможете по каким-то обстоятельствам. И совет для вас от карт Симбалон. Вам выпала карта исповедь. Эта карта советует вам в случае проблем в мае обратиться к профессионалам, к специалистам. И это могут быть для кого-то адвокаты или юристы. Если необходимо вам вернуть свои деньги. А также, это могут быть другие вышестоящие инстанции. Возможно, вам нужна консультация в банке по кредитам или какие-то другие консультации. Так как, скорее всего, вы сами в мае не сможете разобраться с вашими финансовыми вопросами. И на работу, на вашу карьеру. В мае вам выпала карта ссора. Карта разногласия. На работе в мае возможны конфликтные ситуации. У вас, дорогие рыбы, здесь могут быть разногласия. Возможно, вот именно разногласия из-за денег. Ну, а кому-то в мае могут задерживать деньги на вашей работе, как мы уже видели. И на этой почве тоже могут происходить конфликты, ссоры. Кому-то вообще могут не захотеть заплатить за проделанную работу в мае. Также будут такие рыбы, которые из-за конфликта в мае могут уволиться или быть уволены вашим начальством. Такое тоже может произойти. Ну, а те рыбы, которые будут продолжать работать, несмотря ни на что, вас ожидают на работе в мае довольно нервная обстановка. Вокруг может быть много ссор, непонимания с коллегами, конфликты, стычки. И в мае у вас на работе могут происходить различные проверки, которые все время будут держать ваш коллектив в таком напряжении, в стрессе. И совет вам от карт символон, как вам лучше действовать, чтобы было продвижение в работе в мае. Вам выпала карта забота. Эта карта не советует вам в мае ни в коем случае менять работу. Скорее всего, что сейчас вам будет очень трудно найти что-нибудь подходящее для себя. Поэтому выполняйте прилежно свои обязанности, дорогие рыбы, трудитесь честно, делайте все, чтобы вас нельзя было упрекнуть в халатности. Будьте очень внимательны, работая с документами в мае. Сейчас вы можете допустить какие-то ошибки по своей невнимательности. Вас сейчас могут отвлекать от вашей работы проблемы в вашем доме, например, с вашими детьми или ваши любовные похождения. Поэтому будьте внимательны. Позаботьтесь в мае также на работе о своей репутации. И на ваше здоровье в мае вам выпала карта вызов. В мае у многих из вас могут быть всплески, гнева, вспышки, агрессии. Также в мае нужно опасаться травм, дорогие рыбы. Здесь возможны травмы, которые связаны и с спортом, и с физическими нагрузками, и вообще бытовые травмы могут быть. И не только вам, а также вашим детям и вашим любимым людям тоже надо опасаться травм. Женщины-рыбы – это месяц, когда вам нужно опасаться сексуального насилия. Поэтому обязательно думайте, куда вы идете, где вы находитесь, и позаботьтесь о своей безопасности. И совет вам от карты символона, как вам нужно укреплять свое здоровье, и на что в мае нужно обратить особое внимание. Вам выпала карта инквизиция. Ну что ж, дорогие рыбы, обратите внимание на свое эмоциональное состояние, говорит вам эта карта. Возможно, что кому-то из вас в мае нужно будет обратиться за помощью к специалистам, например, к психологу или к другому профессионалу. Карта советует вам в мае проходить обследование. Проходите анализы. Сейчас, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то они обязательно будут найдены, и вам будет назначено правильное лечение. И последняя карта – неожиданный поворот. И вам выпала карта мать. Ну, конечно же, эта карта говорит о том, что могут быть в вашей паре неожиданные беременности в мае, зачатие. Также, дорогие рыбы, у кого-то в вашей семье или в вашем роду может появиться новый член семьи. Возможно, что это будет долгожданный малыш или долгожданный внук появится в вашей семье. Ну, а также в мае вашу заботу могут неожиданно потребовать ваши родители при этой карте. или неожиданно может понадобиться ваша помощь или уход вашим детям, дорогие рыбы. Ну, вот такой месяц ожидает вас. Я надеюсь, что советы символона помогут вам избежать ошибок в мае. Удачи вам и до встречи на моем канале в следующем месяце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова